Сейчас Генеральная Ассамблея заслуживает заявление его превосходительства Эдди Рама, премьер-министра Республики Албания. Я прошу протокол сопроводить его превосходительство. Мне доставляет большое удовольствие поприветствовать премьер-министра Албании, господина Эдди Рама. Прошу его обратиться к Генеральной Ассамблее. Господин председатель, дамы и господа, год тому назад Папа Франциск отправился из Албании в Афропу. Мы в Америке, теперь он был в Америке, и мы надеемся, что он повлияет на самую крупную страну в мире. Для нас его визит был радостным. Он сказал, что он обновляет мирное и плодотворное сосуществование между народами и сообществами, исповедующими различные религии. Причем это не только хорошо, но это практично и конкретно. И мы гордимся нашим наследием, будучи, как сказал Папа Франциск, религиозным обществом. Мы сейчас, когда религиозный экстремизм, насилие и терроризм вызывают тяжелые страдания, важно об этом не звать, насилие и экстремизм привели к тому, что масса людей пришли в движение, состоялся своего рода исход библейских масштабов, когда мужчины, женщины и дети покидали свои страны, и тысячи их оказались на пороге на Балканах, и пытаясь найти защиту и новую жизнь в Европе и на Балканах. Это объясняется этнически и насильственно мотивированными конфликтами. И сейчас мы являемся регионом, который заглядывает в будущее с надеждой, рассчитывая на то, что возможен путь в будущее. Впервые в прошлом году, спустя сто лет замороженных конфликтов и конфронтаций на Балканах, оружие более не нацелено на соседское окно. Спустя сто лет рамы конфликта заживают и уступают место сотрудничеству, что позволяет нам жить в мире, в котором мы достойны. Переговоры между Сербией и Косово способствуют укреплению стабильности в регионе. Это позволило этим двум странам находить общее решение для решения целого ряда проблем по благо их населения. Позвольте мне призвать здесь всех вас, тех, кто пока еще не признал Косово, признать их, и это позволит вам внести существенный вклад в укрепление стабильности мира и сотрудничества в регионе, который стал в последний год регионом, где появились надежды и мечты о будущем, которые займут место страхов прошлого. Косово, его полное признание всеми государствами, членами Генеральной Ассамблеи будет благотворным и для самой Сербии. Кроме того, в прошлом году я впервые в качестве премьер-министра Абани посетил Белград спустя 68 лет и после... В августе 2015 года селсо-албанско-сербский саммит, который позволил развивать сотрудничество по многим областям, включая обмен молодежью при поддержке Албании и Сербии и также наложению контактов между друзей и родственниками после Второй мировой войны. Мы этим горды, поскольку крайне важно научить молодых тому, чему нас научила история. Лучше праздновать наши различия, а не воевать. Мы должны учиться на прошлом, а не просто бросать его независимо от того, какого цвета кожи и религии, какую религию мы исповедуем. Господин председатель, он затеял беспрецедентный дискурс с участием тысяч молодых людей. Она разработала устойчивые цели развития, которые учитывают их надежды и ожидания. И мы сейчас обязуемся достичь этих целей. Давайте же мы во главу нашей повестки дня поставим молодежь. Страны большие и малые. Давайте объедим наши усилия, начнем процесс развития, осуществляем глобальную хартию, обеспечим образование наших и молодежи, и сделаем с того, чтобы они строили вместе с нами, строя на их будущее. Мы в Албании проводим реформу, которая охватывает и программу обучения в школах, которая как раз будет исходить из принципов устава. Мы пытаемся также добиться прогресса по ряду других направлениям в области образования, государственного управления, энергетики, борьбы с преступностью, обеспечения справедливости. Албания является частью глобальной группы государств, которые соберутся в сентябре в Париже для того, чтобы обсудить меры по защите окружающей среды в соответствии с целями устойчивого развития и целей СУР. Такого рода мероприятие кажется действенным, если каждый в нашей команде сыграет свою роль. Однако необходимо прежде всего бороться не только с изменением климата, так же с насильственным, насилием и экстремизмом, неравенством, коррупцией, незаконной торговли. И прежде всего, давайте позаботимся и о будущем, обучая детей ценностям терпимости, уважения и взаимопонимания. Неважно, где, какой используется жизнь, каков цвет кожи, место их происхождения. Дамы и господа, я не всегда был политиком, я был художником, и сейчас я подчас беру кисть или карандаш на несколько минут и что-то рисую. И те, кто пытался поработать на картины, всегда стремится сделать картину полной. Это касается и нас, политики. В настоящее время можно мир покрасить скорее серо цвета, а не в белый цвет, к сожалению. И, конечно же, появляются яркие краски на полотне, но это краска угроз. И здесь, в этом месте, мы должны помнить о принципах, которых мы придерживались. Мы должны исходя из нашей... решать проблемы мира. Во время, когда проводится трактическая война, Гансом Чёрчилл и Сейлил, слова – это единственное, что остаётся вечно. Давайте же на словах обозначим эти принципы терпимости, уважения к разнообразию лиц, идентичности, культур и верований. Все мы в школьной программе, мы должны признать, что мы являемся частью единого сообщества, а также там отразить глобальные принципы толерантности. Мы должны избавить картину от чёрных красок, вызванных экстремизмом и ненавистью. Но ценности, оформленные в словах, должны преподаваться в школах. Они позволят наводить мосты и совместно строить лучшее будущее. Лучшей гарантией лучшего будущего являются сердца и умы наших молодых людей. Если им покажем правильный путь, они им пойдут. Давайте же мы постараемся работать с ними в качестве большой команды, с ними в первую очередь. Аликс, женщинами, мужчинами, отдельными людьми, народами, даже цивилизацией мира, должны быть объединены в рамках общей гуманности. Будущее устойчивое будущее для всех, независимо от их веры, места рождения, цвета кожи или других различий. Благодарю вас за внимание. Я благодарю премьер-министра Республики Албания за его заявление. Я прошу.